На неделе Турция стала центром политической, дипломатической и миротворческой жизни Европы. Переговоры министров иностранных дел России и Украины в Анталии. Анталийские дипломатические форумы визит в Алкару президент Азербайджан Ильхам Алиев. Азербайджан главный военно-политический союзник Турции. Встреча глав государств длилась почти 4 часа. Им было что обсудить. Турция и Азербайджан выступают посредниками в регулировании ситуации на Украине. Но, пожалуй, главной темой на переговорах стала нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями о перспективах нормализации связи между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период. Кроме того, было отмечено значение открытия Зангизурского коридора, перспектив, который он создает для региона, и в этом контексте прокладки железнодорожной линии Карст Нахчеван. Зангизурский коридор исторически вызывал особо жаркие споры между Азербайджаном и Арменией. В советские времена снабжение Нахчевана газом и обеспечение сообщения севером и востоком проходило через территорию Армении. После армяно-азербайджанского конфликта граница с Арменией закрыта. Прямое сообщение между Нахчеванью и остальным Азербайджаном осуществляется исключительно по воздуху. По суше путь возможен только через Иран или через Грузию с Турцией. После войны в 2020 году одна из основных целей Азербайджана покончить с изоляцией Нахчевани и восстановить наземное сообщение с республикой через Армению. Для этого потребуется построить новый транспортный маршрут через 43-километровый участок региона Мигри на юге Армении, близ границы с Ираном. Этот маршрут также был важной темой переговоров в начале 2000-х годов между лидерами двух стран Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном. Договориться тогда так и не удалось. Главным образом из-за разногласий относительно статуса коридора. Но сейчас, благодаря посредничеству России, этот путь прописан в соглашении о прекращении огня 2020 года. Турция также главный интересант, ведь страна получит прямое сообщение с Азербайджаном, а дальше и с Россией. В эпоху европейских санкций и ухода международных компаний из России именно турецкий бизнес может занять освободившиеся на ниши в некоторых сферах. Турция не присоединилась к европейским санкциям, как и Азербайджан. В Кремле западные санкции назвали беспрецедентными в истории. Сейчас будет понятно, кто действительно надежный партнер России. В ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана турецкий лидер осудил нападки Запада на российских деятелей культуры. Что, по мнению аналитиков, крайне важно в сегодняшней ситуации. А также, по данным СМИ, стороны договорились о расчетах, в том числе и в рублях. И это на фоне нескончаемых антироссийских санкций Запада также говорит о готовности Турции в определенной степени поддерживать Москву. Накануне спецоперации на Украине Россия и Азербайджан подписали союзнический документ, в котором прописано, что страны соглашаются воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, которая наносит прямой или косвенный ущерб интересам другой страны. В прошлом году в освобожденной Шуше Турции и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие двух государств и оказание помощи друг другу в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. В декларации также подчеркивается, что военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих стран. На встрече было подчеркнуто, что с подписанием Шушинской декларации и ратификацией данного документа в парламентах обеих стран, азербайджано-турецкие, братские и дружеские отношения получили еще большее развитие на основе союзничества. В условиях нового миропорядка на карте планеты может появиться мощный геополитический треугольник Россия-Турция-Азербайджан. Была Шушинская декларация Азербайджан-Турция, потом была декларация союза Баку-Москва. И я предположил в свое время, что возможно мы увидим тройственный какой-то союз, это Азербайджан-Турция-Россия. Напомню, что Турция и Азербайджан также являются энергетическими партнерами. Алиев и Эрдоган отметили успешное функционирование Южного газового коридора и обсудили возможность увеличения поставок через этот коридор газа в Турцию и далее в Европу. Президент Азербайджана не исключил, что по Южному газовому коридору может пойти российский газ. А с учетом замораживания Северного потока-2 это становится реальным. Таким образом, в очень сложной ситуации Россия получила поддержку от Турции и Азербайджана. Нет сомнений, что это в России не забудут.